Уважаемые товарищи, прошлый год стал настоящей проверкой для системы мировых экономических отношений. Тогда закрылись границы, разрушились многолетние торговые связи, государства и экономические союзы отказались выполнять взятые на себя обязательства по взаимной поддержке. И не исключаю, что это кому-то надо было, но то, что этим воспользовались многие, наверное, для присутствующих, здесь не является секретом. В ковидном испытании победили национальные интересы, мягко говоря, особенно в такой фундаментальной сфере безопасности государства, как обеспечение приоритетных потребностей населения. В этом контексте вопрос продовольственной безопасности вышел на одно из первых мест. Прошлой весной в мире были чуть ли не панические настроения, не знали, как посеять и вырастить урожай, предрекали дефицит продуктов питания. Так оно и произошло, в общем-то, в мире. Сегодня рост цен на продукты питания превысил 10% по всей планете. Но именно в этот момент так называемая диктатура и порядок, за которые нас не просто подкритиковывают, а сильно упрекают, показали свою эффективность. Благодаря тому потенциалу, который мы создали за период независимости в сельскохозяйственной отрасли, в прошлом году обеспечен рост производства основных видов продукции. Вместе с тем информация контролирующих органов о актуальном состоянии дел в животноводстве несколько настораживает. Снижено производство скота и птицы в живом весе. Пусть немного, но снижено. При этом вырос падеж, сократилось поголовье. Я думаю, генеральный прокурор хорошо знает, что это зона ответственности прокуратуры. Прокуратура. Падеж недопустим, если мы хотим, чтобы сельскохозяйственное производство росло. Я уже в который раз говорю, председатели райисполкомов должны определиться. Если 2-3 хозяйства не могут с этим справиться, значит молодняк должен быть вывезен из этих хозяйств и отправлен в те хозяйства, которые могут обеспечить уход за молодняком. И надо понимать, что это не только технологические вопросы, которые профильные специалисты должны заблаговременно планировать и решать. От производства зависит реализация продукции и, как следствие, экономическое состояние деревни, которое сейчас не самое простое. За деньгами даже не обращайтесь. Деньги у вас. Нам, дай бог, решить те задачи и реализовать те планы, которые мы наметим. Мы не можем направлять значительные денежные средства туда, где они должны зарабатываться и откуда они должны поступать в бюджет. Мы не можем позволить себе восполнять денежные потери ничем, кроме эффективности производства. Ситуация в отрасли достаточно сильно отличается по областям и тем более по районам. Если есть беспроблемное хозяйство, то почему при тех же погодных, финансовых, других факторах такие разительные результаты? Порой техники хотелось бы побольше, еще чего-то побольше. У некоторых людей, вроде их не хватает. Не хватает людей, ну что ж, попросим. Поработают люди в две смены, только надо им заплатить, попросить их, чтобы поработали. Что касается техники, они должны эксплуатироваться в посевную, особенно, потому что вовремя надо посеять, да и в уборочную. Грубо говоря, круглые сутки. Ну хотя бы 16-15 часов. А что для этого надо? Два механизатора и пункт технического обслуживания. Чтобы механизатор, первый механизатор сдал смену, пригнал пункт технического обслуживания этот трактор. Там посмотрели, повертели, покрутили, надо заменили фильтр, масло и так далее. И второй механизатор сел и поехал, отработал смену еще. И хватит техники. Но, конечно, если вы ее будете терзать сутки и не обслуживать, то через год вы ее поставите под забор. И по-человечески надо относиться к технике. Не надо ее рвать и ломать, загоняя в болото. Имею в виду, что сроки поджимают. Не лезьте в болото с техникой. Лучше поработайте, когда подсохнет почва, в три смены. Значит, в дисциплине и в организации вся проблема. Более того, иногда складывается впечатление, что чем большая поддержка и доверие оказаны региону, тем хуже он работает. Ну, например, в Витебской области в ближайшее время разберемся. И не дай бог, у вас там не будет прогресса. Уже сделали все, что вы просили. В связи с этим, мной принято решение провести совещание в широком составе с отчетами председателя облсполкома. Прошу доложить о причинах, которые стали препятствием для динамичного развития агрокомплекса. И главное, какие принимаются меры для их устранения. Сельскохозяйственная отрасль специфична тем, что именно на местах, а не в Минске, находятся ключевые факторы успеха. Эффективное использование материальных трудовых ресурсов. Исключение фактов бесхозяйственности и оптимальное задействование всего потенциала отрасли. Сегодня мы должны принять решение, которое определять конкретные задачи для руководителей всех уровней. И установить параметры, по которым впоследствии будет дана оценка результатом работы. Я попрошу Василия Николаевича, как это свойственно для вас, взять все это на контроль. И не дай Бог, кто-то не выполнит эти задачи, ссылаясь на какие-то обстоятельства. Каждую неделю мне предоставляют отчет о ходе весеннеполевых работ. Пока мы отстаем. И скажу вам прямо, до 9 мая мы должны в основном посеять и свеклу, и лен, я уверен, что мы с этим справимся, и кукурузу. И половину картофеля останется только после 9 мая досеять картофель. Ну и что-то там по мелочам. 9 мая – контрольная точка. 10-го я найду время. Определенные точки у меня есть за эти годы, выработались, чтобы осмотреть страну. И делать вывод, на что способны губернаторы и подчиненные вам люди. Продолжение следует...